Всем добро пожаловать. Мы начнем занятие пунктуально, как и будем делать каждый день. Так что, если вы хотите получить полную передачу, пожалуйста, подключайтесь ровно в 9.00 по калифорнийскому времени. Добро пожаловать на наш третий день очень сжатого объяснения семи пунктов тренировки ума. И мне снова хотелось бы начать с порождения мотивации. Так, чтобы ваша мотивация стала обширной, так, чтобы ваши устремления были обширными. Сейчас не время проявлять скромность. Нужно мыслить в обширном ключе. Мы думаем обо всех живых существах, людях и других видах существ. Все они желают быть свободными от страданий. Думаю, этого они желают больше, чем чего-либо иного. Некоторые люди могут махнуть рукой на счастье, но никто никогда не отказывается от желания освободиться от страданий. Да, применительно к счастью можно подумать. Да, его все равно не достичь, что уж поделаешь. Но в том, что касается боли, если вы ощущаете умственные страдания или депрессию, вы, конечно, может быть, сдаетесь, но все равно желаете свободы. Однако для того, чтобы мы избавились от страданий физических и умственных, и, прежде всего, умственных, самое важное – распознать, каковы подлинные причины этих страданий. Мы можем отыскать бесчисленные внешние факторы, которые делают свой вклад в наши страдания, но они вовсе не обязательно являются катализаторами этих страданий. Таким было одно из великих открытий буддизма и других созерцательных традиций. Наше счастье не зависит от того, насколько удачно все складывается на внешнем уровне. И наше счастье зависит от того, насколько удачно все протекает внутри. Мы размышляем таким образом над истинными причинами страданий, в той степени, на том уровне понимания, который нам сейчас доступно. Все люди и животные, все остальные живые существа желают быть свободными от страданий. А для того, чтобы преуспеть в этом начинании, нужно знать, каковы причины страданий, знать, что их действительно можно устранить и что к этому ведет путь. В этом сущность четырех благородных истин. Так вот, пусть мы тогда сможем осуществить все, что возможно для того, чтобы рассеять страдания этого мира, в особенности те страдания, которые были сотворены людьми, которые столь бурно и обширно присутствуют в современном мире. Мы все можем стать агентами, теми, кто приносит мир. Мы все можем стать теми, кто исцеляет себя и других. И потому давайте слушать эти учения, участвовать в этих учениях, размышлять над этими учениями. И если вы понимаете и разделяете идеал Бодхисаттвы, давайте участвовать в этих учениях с устремлением, с решимостью достичь совершенного пробуждения ради блага всех живых существ. Итак, начинаем. И начинаем мы, переходя ко второй половине второго из семи пунктов тренировки ума в семи пунктах. Вчера в чрезвычайно краткой манере мы рассмотрели тему окончательной бодхичитты, тему, которую чрезвычайно сложно понять. Так что, если вы будете слушать лекцию вчерашнего дня, направляемую в медитацию, будете снова и снова погружаться в учениях, и придете ко всему этому, обладая глубокими познаниями в буддийской философии, в том числе познаниями в том, что касается четырех философских школ буддизма, вы будете размышлять и осмыслять эти учения. Вы увидите, что то, с чему с нами познакомил Атиша, подобно алмазу. Это сущностная выжимка из учений, которые уходят на две тысячи лет назад в прошлое к Нагарджуне. Атиша обобщила эти учения в форме нескольких сущностных афоризмов. Если мы возвращаемся к этой идее, может быть, если у нас нет базовых познаний, мы можем во всем этом запутаться, и все оно покажется какой-то странной ерундой. Но в этом случае мы можем либо отбросить услышанное, либо постараться задуматься над тем более пристально. И поэтому, когда мы говорим о воззрениях Нагарджуны и рассматриваем их через призму квантовой физики и других видов изысканий, мы все еще вдохновляемся его учениями две тысячи лет спустя. Поэтому мы можем предположить, что учения Нагарджуны захватили внимание выдающихся мастеров, и мы вместе с ними можем устремляться к большему величию, к большей мудрости. Итак, мы обсудили тему когнитивной революции, полного переворота в том, что касается нашего собственного чувства самости природы всей Вселенной. Если мы поймем, то революция произойдет. Если революция не случилась, если мы не поняли, у нас возникнет лишь множество вопросов, а это также нормально. Потому что мы можем быть, если вы будете прилежными, будете искать ответы со всей прилежностью, вы сможете в конечном итоге обрести понимание. Я могу гарантировать, что для постижения Матхямаки потребуются все имеющиеся у вас умственные способности. Их, конечно, все равно может не хватить, но здесь важно не сдаваться, не полагаться на допущения, не отказываться от поисков и говорить, не важно, главное, во что я верю. Нет, ведь именно ваши убеждения, ваши текущие убеждения ввергли вас в сансару, ваши собственные допущения, ваши собственные верования. Именно они удерживают вас в сансаре, а не буддизм. И если есть какой-то выход из сансары, нам для того, чтобы этот выход найти, нужно осуществлять революцию вместо того, чтобы держаться за прошлое. Итак, то была когнитивная революция. Сначала мы увидели конативную революцию, затем революцию этическую, в рамках которой мы начинаем по-настоящему внимать реальности, последствия своих действий в краткосрочной и долгосрочной перспективе. А вчера мы за краткое время обсудили очень много тем, связанных с когнитивным переворотом. Также чуть не пропустил тему внимания, которую мы подробно рассмотрели. Внимание – это шаматха, когнитивная революция, это Випашина. А сейчас мы переходим к относительной битвичите. И в шестеричной модели, с которой некоторые из вас хорошо знакомы, в шестеричной модели различных видов равновесия и разумности, умственного равновесия, умственного дисбаланса, сегодня мы обращаемся к теме относительной битвичиты, которая очень тесно связана с развитием эмоциональной разумности или эмоционального интеллекта. Она очень тесно связана с вращиванием эмоционального равновесия. И это, на самом деле, тема, которая продолжит раскрываться перед нами на протяжении всей оставшейся части этого текста. Если мы по-настоящему понимаем, осмысляем, а затем практикуем эту тему, по-настоящему приучаем себя глубоко к тем практикам, которые будут рассматриваться на протяжении оставшихся трех дней, мы сможем осуществить революцию в том, как мы аффективным образом откликаемся на реальность в наших эмоциях, в наших настроениях, в нашем темпераменте. Мы выгрузимся во всем этом очень глубоко. Если ваша практика очень глубоко, то и изменения окажутся очень глубокими. Я соотношу эту тему с темой эмоций, хотя бодхичита — это устремление, и не просто устремление, это решимость, это намерение. С этой точки зрения бодхичита относится к конативной сфере, сфере желания, устремления, воли, изъявления, цели. Но влияние развития бодхичиты относительно бодхичиты и ее четырехчастной корневой системы, которая состоит в четырех безмерных, влияние этого процесса взращивания будет переживаться нами как очень значительное преображение и изменение на уровне эмоций. И один пункт обращает на это наше внимание. Это афоризм, который прозвучит в тексте гораздо позже. Это своего рода критерий, который позволяет понять, успешно ли будет наша практика семипунктов тренировки ума. Как в случае с заболеванием. Может быть, вы страдаете от сильного недуга, и многие аспекты вашего тела находятся в состоянии мощного дисбаланса. Но вы начинаете получать медикаменты, например, традиционные лекарства тибетской медицины. Вы принимаете эти лекарства обычно не несколько дней, а много недель или месяцев. И с течением времени лекарства призваны восстановить равновесие, устранив сложные виды дисбаланса в вашем теле. Однако вы, как пациент, должны знать, работают лекарства или нет. Вы не можете просто полагаться на слепую веру, просто поверить врачу, который говорит, нет, это вам поможет. Мы сами должны увидеть эффективность нашей практики. И, конечно, при этом должны быть терпеливы. Однако каким мог бы быть хотя бы один из критериев, которые показали бы, что эта практика действительно работает? И это один из афоризмов, которые прозвучат позже, но я его зачитаю прямо сейчас. Непрестанно обращайтесь к чувству благополучия. Этот афоризм можно перевести и другими способами, которые окажутся сбивающими с толки некорректными. Например, кто-то переводит это как «Всегда будьте счастливы», но это глупая мысль. Нет, постоянно делайте отсылку исключительно к чувству благополучия. Соотносите себя с чувством благополучия. Сукха на санскрите. Речь не идет о том, чтобы всегда быть счастливыми. Может быть, случилась какая-то трагедия, трагические события в вашей семье, или вы узнали, например, что вы страдаете от неизлечимого заболевания, где-то разгорелась война, где-то произошли природные бедства. Вы узнали, что появилась новая мутация ковида, которая чрезвычайно заразна и так далее. Отклик на все эти ситуации. Если вы в ответ на эти ситуации будете думать, как классно, вы болван. И потому устремление буддизма не состоит в том, чтобы повсюду бегать с радостным личиком и всему радоваться. Один из превосходных примеров тому, один из великих махасадов нашего мира — это Далалама. И думаю, если он не является бодхисатой, то на этой планете вообще не бодхисат. Так вот, я неоднократно видел, как он в разных ситуациях плачет. Видел, как он опускает голову, накрывает голову монашеским одеянием. И вы видите, что его плечи сотрясаются, потому что он плачет. Иисус плакал. Великие бодхисаттвы проливают слезы. А Вилакитешвара, один из великих мифических историй о нем, проливал слезы. Так как же тогда можно постоянно делать отсылку к счастью или к благополучию, к сукхе? О чем идет речь? Речь о чем-то более глубоком, чем просто чувство. Чувство — это одна из пяти сканг. Иногда я чувствую счастье, иногда несчастье, иногда безразличие. На физическом уровне удовольствие, боль, нейтральное ощущение. То же самое и на психологическом уровне. Это лишь чувства, они приходят и уходят. Эмоции приходят и уходят. Настроения приходят и уходят. Но чувство благополучия, эвдемония, о котором здесь идет речь, чувство подлинного благобытия, чувство подлинного благобытия, которое поддерживали некоторые из моих собственных училий, Гарчан Римпача, Янгтаун Римпача, Дума Геши Римпача, которые находились в заточении, в застенках, и подвергались пыткам, а также голодали в китайских коммунистических застенках, и все же сохраняли чувство благополучия. Были ли они счастливы? Бля, я же не знаю. Нет, но присутствовало чувство благополучия. И, может быть, даже присутствовало самадхи, полное блаженство самадхи, в случае с великими адептами, это великие реализованные существа. Чувство благополучия они не теряли. И это не просто эмоция. И это нечто, что мы должны открыть и изучить. Это, так сказать, эмоциональная непоколюбимость, которая состоит в том, что вы не теряете равновесие, вы не выходите из себя. Что бы с вами ни происходило, вы сохраняете чувство внутреннего благополучия. А на внешнем уровне можете проявлять умиротворяющие, преумножающие, подчиняющие, или даже разрушающие активности. Четыре вида деяний быт-и-сад. Но все это проистекает из внутреннего чувства благополучия, потому что ваш ум не помрачен. Так что все это связано с эмоциональным равновесием, которое было развито в невероятной степени. Эмоциональная разумность, эмоциональный интеллект. И опять-таки я бы хотел сказать, если вы хотите напрямую подготовиться к ваджраяне, если вы хотите осуществить некие подготовительные практики для ваджраяны, конечно, есть подношение мандалы, ваджра-сатвы и тому подобное, но не думаю, что вы сможете найти что-то более удачное, чем этот текст. А я об этом опять-таки говорил Дилга Кенцаремпачи, один из величайших мудрецов в индийской традиции, которого я вам уже процитировал. Сейчас мы возвращаемся к теме относительной бодхичитты. И это тема мотивации бодхи-сатв в контексте Махаяны. И в особенности применителя к Махаяне можно сказать, корень Махаяны, корень образа жизни бодхи-сатвы, и по сути подлинный корень всех учений, которым делился Будда, на уровне Шрава Кайны Махаяны или Ваджраяны и так далее. Что является корнем всех этих учений? Почему Будда вообще вдохновился на то, чтобы учить? Великое сострадание. Маха-каруна. Маха-каруна. Это принятие на себя ответственности за то, чтобы осуществить все возможное, дабы устранить страдания этого мира, равно как и причины этого страдания. Первая из цитат, которые я цитирую под заметками к первому пункту, это слова Будда о том, что мудрость без сострадания есть путы, сострадание без мудрости есть путы. Сострадание без мудрости также путы. Мудрость без сострадания путы, сострадание без мудрости путы. До сих пор, к настоящему моменту, мы осмотрели когнитивное, относящееся к вниманию, когнитивное, то есть мудрость. Но теперь мы начинаем знакомиться с искусственными средствами бадхичитты, искусственными средствами ладжонга, искусственными средствами сострадания. Но коренятся они в мудрости. Корнями своими они уходят в мудрость, ведь без мудрости сострадание приведет лишь к выгоранию, в то время как мудрость без сострадания может оказаться сухой и безжизненной. Мы устремляемся к тому, чтобы осуществить все возможное, прежде всего для того, чтобы устранить страдания внутри. Ведь если вы смертельно больны, если вы охвачены невероятной болью, вы ужасным образом страдаете от сложного букета физических заболеваний, вы не сможете. Вы не будете существом, которое подлинно способно исцелять других. Аналогичным образом, если в вашем уме царит бардак, если ваш ум в ужасном состоянии, вы полны депрессии, тревожности, гнева, эгоистичны, презираете других, вы расист, вы склонны к предубеждениям в адрес других, вряд ли окажетесь тем, с кем люди совещаются по вопросам ментального здоровья. И потому, прежде всего, нам необходимо о самих себе позаботиться, необходимо над самими собой поэкспериментировать. Вы же не будете экспериментировать сначала над своим ребенком. Нет. Нужно сначала произвести эксперименты примитивно к самим себе, попытаться отыскать истинные причины наших собственных страданий. И нам их нужно найти, не просто запомнить что-то, прочитав книгу, не просто услышать что-то где-то. Нет, нам нужно самим понять подлинные причины наших страданий. И здесь я хотел бы быстро, поскольку время наше ограничено, провести вас через спектр буддийских прозрений относительно того, каковы подлинные причины наших страданий. Во-первых, их не нужно искать вовне, потому что вовне нет практически ничего, что мы могли бы контролировать, и потому поиск вовне оказался бы безнадёжным. Нет, нужно взглянуть вовнутрь, в наш собственный ум. Если есть что-то, что мы можем по-настоящему преобразить глубоким и устойчивым образом, это будет не внешняя среда, не люди, не их поведение, не политика, не экономика, а наш собственный ум. И в контексте буддизма мы обращаемся ко второй благородной истине. Во-первых, первая благородная истина — обширный спектр страданий, который на самом деле страшнее, чем можно было бы себе вообразить. Если вы по-настоящему понимаете буддийское представление страдания, вы, поняв его, скажете, «Ох, всё гораздо хуже, чем мне казалось, оно безмерно обширнее, чем можно было исходно предположить». Затем, возвращаясь к учениям Шарвакаяна, мы ставим вопрос, «Каковы причины страданий для сансары, в целом для всех живых существ? Но в моём случае, каковы причины моих страданий? Почему я уязвим или уязвима перед страданиями?» И в учении Шарвэна говорится, давайте говорить самыми простыми словами, сразу по сути, «Есть ли у вас чувство того, что вы есть некое неизменное существо, что вы то же самое «я», которым вы были вчера, и 10 лет, и 15 лет назад, и что завтра вы окажетесь тем же самым «я». Да, ваше тело, конечно, меняется, мысли всевозможные, умственное барахло приходит и уходит, но в целом вы контролирующий всё происходящее «я». То же самое. Если у вас чувство, что есть множество мыслей, эмоций, органов в теле и так далее, но вы при этом одна сущность, одна личность, подлинный вы – это нечто единичное. Если у вас чувство, что вы автономны, что вы независимы, вы не тело, не ум, вы тот, кто их контролирует, и вы при этом нечто самостоятельное, вы при этом на самом деле не связаны ни с кем иным, вы уже родились, и потому вы независимы теперь родители, и все вокруг вас, они все как бы замкнуты в оболочке своей собственной идентичности, мы все друг от друга независимы. Да, конечно, нам нужно добывать пищу и так далее, но с экзистенциальной точки зрения ваша самость – это ваша независимая сущность. Итак, и постоянная, единичная и автономная, три этих свойства. Если вы верите в то, что они соответствуют истине, вы заблуждаетесь, и это заблуждание, эта помраченность помраждает все остальные умственные омрачения. Даже если вы не чувствуете, что вы совсем уж неизменны, если вы чувствуете, да, я понемногу меняюсь каждый день, я старею, у меня есть разные настроения, возникают разные мысли, я эволюционирую, я меняюсь. Если у вас все равно есть чувство того, что есть хоть что-то, что было бы мной, некая сущность в матрице из тела ума, которая была бы мной, я меняюсь, да, я не являюсь неизменным, я при этом нечто автономное, нечто контролирующее. Я контролирую, например, свою руку. Рука поднимайся, рука опускайся. Я говорю своему уму, подумай о корове, и вот в уме появилась корова. Ой, буреночка. Это я решил, что ум будет думать о корове, а вот теперь ум думает о лисичке. Да. Вот я, вот он я, тот, кто все это контролирует, тот, кто всем этим управляет. Если у вас есть подобное чувство, чувство того, что вы не тело и не ум, а тот, кто за все это отвечает, так сказать, дирижер, если есть подобная мысль, а также мысль о том, что вы автономны, вы заблуждаетесь, вы помрачены, и из этого состояния проявятся все бесчисленные умственные омрачения. В учениях Шрабакаяны, в основополагающих учениях первого поворота колеса Дхармы, говорится, что при наличии этого воззрения, представления о себе как не в чем-то автономном, а отдельном, когда оно включается, когда оно проявляется, а оно включается, разумеется, потому что мы желаем счастья, а не желаем страданий, мы начинаем пытаться отыскать причины счастья, и мы говорим, может быть, она, может быть, это место, может быть, вот то, может быть, вот это, может быть, если люди будут больше меня любить, может быть, если я буду привлекательнее, мы смотрим на различные объекты на уровне ума, на уровне своих чувств, и когда что-то вызывает у нас приятное ощущение, мы зацикливаемся в этом объекте и говорим, он там и принесет мне счастье, мы тянемся к нему со страстным желанием, с попыткой заполучить, если этот объект пока нам не принадлежит. Речь может о чем-то внутреннем, мне нравится это чувство, этот образ, эта идея, мы цепляемся за что-то, мне нравится эта доктрина, мне нравится буддийская доктрина, мне нравится материализм, мне нравится христианство, мы цепляемся за некое учение, за некий институт, за некую систему верований, цепляемся за все, что угодно, это сделает меня счастливым. Это называется танха или рага на санскрите, страстное желание. Если мы пока, если что-то не заполучили, это страстное желание, если заполучили что-то, эта привязанность. Когда мы страстно желаем чего-то и что-то нам мешает, мы откликаемся на помеху враждебностью, начинаем прибегать к насилию. Кто-то, может быть, у нас что-то отбирает, и вот проявляется это мудро, мудро цепляние, сжатый кулак. Это мудро цепляние и в то же время мудро агрессии, насилия по отношению к другим. Таким образом, именно это страстное желание продолжает вращение цикла сансара, топит нас в океане сансары. Это и есть корень страданий, нечто относящееся к внутреннему уровню. И оба этих состояния, помраченное чувство я и страстное желание, их страстное желание, их можно устранить, потому что они относятся неотъемлемым образом к природе самого ума. Они подобны заболеваниям, но их можно устранить. Это один диагноз. Проверьте, соответствует ли он истине, соответствует ли он вашему опыту. Многие люди обрели огромную, получили огромную пользу благодаря этому описанию источнику страданий. Теперь посмотрим, как эту ту же тему рассматривают Махаяна. Мы быстро движемся к Махаяне, переходим ко второму повороту колеса Дхармы к учениям совершенства мудрости. Каков корень страданий на когнитивном уровне? Это двойственное цепление, обеществление нас самих, как существующих, силу собственной природы, до и независимо от каких-либо систем измерения, концептуального обозначения Диннанзи. Вещь сама по себе, вещь в себе. Я существую в силу своей собственной независимой природы, а все остальное, люди, объекты и так далее, все это также существует в силу внутренней присущей природы. И посему это разделение между субъектом и объектом, моей стороной и твоей стороной, это разделение абсолютное. Это называется двойственным цеплянием. Таков корень страданий, такова когнитивная, такой когнитивный корень всех страданий, всех видов страданий, не только у людей, которые обладают большими опознаниями, которые эрудированы, или не просто у людей, как тех, у кого развит лобная доля мозга. Нет, мы описываем здесь не нечто антропоцентричное. Некоторые люди именно так думают в силу ошибочного понимания про санги и каматхямики. Речь идет не только о высшей когнитивной активности. Нагарджуна, описывая учреждение, говорил, это касается всех живых существ, как самых примитивных биологических организмов, как сознательных, так и всех более сложных форм жизни. Это нечто, относящееся к когнитивным уровням. Но затем с прагматической точки зрения, с апостомологической точки зрения, корень таков, но с прагматической точки зрения, с точки зрения ценности, есть воззрение, и вот мы описали долгосрочное видение. Если все обладает неотъемлемым существованием, как накажется, и потому является в форме независимых, мы можем говорить, это не моя проблема, а твоя проблема. Это все не мои затруднения, а их затруднения. С прагматической точки зрения, с точки зрения наших ценностей, корнем страданий в Махаяне будет считаться тогда эгоцентризм. И я здесь говорю не о нескольких людях там, нескольких людях там, эти люди эгоцентричны, эти люди высокомерны. Нет, речь не об этом. Речь о чем-то более глубоком. Если, конечно, вы полностью свободны, эгоцентризмом не остается ваш лишь поздравить, но это касается лишь небольшого круга существ. Эгоцентризм присутствует во всех нас. Мое благополучие. Сейчас я опишу, как мыслит этот эгоцентризм. Мое благополучие на самом деле. Мне нужно прежде всего заботиться о себе. Никто иной обо мне не позаботится. Родители скончались. Это не жена же моя должна обо мне заботиться и считать, что я важнее всего на свете. Это был бы очень странный брак. Это не проблема каких-то иных людей, не работа правительства, не работа моих лам. Я, так мыслит мой эгоцентризм, должен заботиться сам о себе. Не за собой нужно присматривать. Не нужно быть самым важным. Каждый сам за себя. И между... Если уж выбирать между мной и другим в вопросах о распределении каких-то благ, пусть уж они мне достанутся, будь то репутация, удовольствие. Пусть сначала мне дадут. Так я о себе забочусь. Я ставлю себя на первое место. А затем я вижу других людей и думаю, вы можете мне помочь. Вы не особо примечательны, а вы мне мешаете. Вы создаете мне затруднения, поэтому я с вами сейчас начну тут разбираться. Мы все рассматриваем как нечто, что нужно контролировать, чем нужно манипулировать, чем нужно управлять, что нужно игнорировать или что нужно уничтожать. Ведь, в конце концов, я — это номер один. Или моя страна — это номер один. Если мы при этом еще и кричим, мы как психопат. Мы психопат, который говорит ей, мы номер один, мы номер один. Это психопатическое поведение, это глубокая форма помраченности, корень страданий. Посмотрите, как эта идея, подобная идея проявляется в политике. Что потом все начинают улыбаться, когда люди думают, что они номер один. Все начинают подобную страну любить? Нет. Поэтому эгоцентрия, касается ли он индивидуального уровня или семейного уровня. Моя семья — это самое важное. Я сделаю все, чтобы защитить свою семью. Убью сотню других семей, лишь бы моя семья была в безопасности, моя нация. Каждый раз, когда разворачивается война, можно посмотреть на жаргон, который мы используем для описания другой стороны. Паразиты, тряпки, отбросы. Мы используем всевозможные презрительные, отвратительные слова. Мы дегуманизируем другую страну для того, чтобы полностью оправдать уничтожение другой страны с дикостью и варварством. И так, чтобы при этом не ощущать никаких этических затруднений, никаких уразений и совенностей. То же самое с религией. Моя религия — наука. Наука — это наилучшее воззрение, которое должно возобладать над всеми религиозными воззрениями. Корень страданий — это и есть корень страданий. Как обобщает это в учениях Махаяны Шантидева, эгоцентризм — это корень всех страданий. Забота о других, леление других превыше всего — это корень всех видов счастья. Вот это революция, правда? Мы могли бы остановиться, но давайте двинемся дальше. Ваджрайана. Ваджрайана опирается на Махаяну. Она уходит корнями в идеал Бодхисаттвы. Мы рассматриваем все нечистые, обыденные видимости, обыденные формы восприятия, веществления, понимания всего, что нас окружает. Все сейчас, сейчас мы все воспринимаем как нечистое. Мы цепляемся за все как нечистое. И это корень страданий, говорит Ваджрайана. Потому что это все самвритти сатья. Это реальность, которую мы переживаем. Это реальность? Да. Но это реальность, которая полностью скрывает более глубокую реальность. самвритти сатья, кунзоптенпа, скрывающая истина. Нечто, что мы не отрицаем, но в то же время это реальность поверхностная, скрывающая нечто гораздо более глубокое, бесконечно более глубокое. И это наше восприятие отличается от реальности. этого Ваджрайана. А какова причина страданий в дзакчен? Опознание то, что в действительности не является ни я, ни моим. Совершенно не является ни я, ни моим. Как я или моего. Мы думаем, эти тела и ум — это я, это мои мысли, это мой дом, это мои друзья, это мои ученики и так далее, мои учителя. Но они не мои, это просто учителя или друзья, или тело. И все это, на самом деле, никому не принадлежит. Но я говорю, нет, принадлежит. Как бы набрасываю на все ярлыки «моё», «моё». Но это просто слова, просто обозначения. Это одна часть этого уравнения, а другая часть уравнения — это неспособность распознать, кем мы в действительности являемся. В чем и состоит различие между Буддами и живыми существами с точки зрения дзакчена? Живые существа не знают, кто они, а Будды знают. Это, так сказать, очень краткий обзор всего спектра. Обобщение всех объяснений относительно того, почему мы страдаем в буддизме. И это, думаю, вопрос, который мы задаемся чаще, чем любым другим. Есть ли Бог, есть ли перерождение, что там с атомами в пространстве? Нет, не эти вопросы нас интересуют. Почему я страдаю, почему мне плохо, почему мне больно? Вот что нас всех тревожит. Почему я страдаю и что я могу на этот счёт предпринять? Вот вопрос, которым занимается Буддадхарма. Не религиозными вопросами, мистическими вопросами, духовными вопросами, а вопросами, ответ на которые ищут все живые существа. Во всяком случае, если мы достаточно разумны, чтобы эти вопросы задать, и предполагаем, что на них вообще можно найти ответ. И вот мы теперь в самом сердце Махаяны. Мы уже рассмотрели вопрос о том, как же работать с двойственным цеплянием. Нужно постичь отсутствие неотъемлемого существования постигаемых объектов и постигающего ума, пустотность от двойственности субъекта-объекта. И вот проблема решена. Вы только что отсекли корень страдания. Это само по себе привело бы вас к состоянию архата, к вашему личному освобождению. Но поскольку вы обладаете столь глубоким пониманием, глубоким постижением совершенной онтологической взаимозависимости между нами и всеми остальными живыми существами, что идея об одном только личном освобождении, о том, чтобы в одиночку выйти из сансары и всех в ней оставить, эта идея была бы, конечно, совершенно нормальной, если бы мы никогда не подвергали сомнению наши эгоцентричные мысли. Да, я о себе позаботился на духовном уровне, я освободился, я выбрался из сансары. И надеюсь, что у вас это получится, но это не моя проблема. И с этой мыслью, с этими словами вы бросаетесь в непостижимое царство блаженства архата. Нет, это в Махаяне. Такой вариант в Махаяне вас не удовлетворяет. Здесь мы обращаемся к контексту Махаян. Мы уже обсудили противоядие от двойственного цепляния, от овеществления, цепляние за двойственность. А сейчас мы обращаемся к теме лекарств от противоядий, от эгоцентризма. Эгоцентризм – это не что-то выученное. Конечно, этот эгоцентризм могут усилить родители, общество, политики, образование, культура. Наша культура неотъемлемо лучше, чем культура любых других людей. Это очень распространенное мнение в современном мире. Колониализм уходит корнями именно в подобное представление. Наша культура, наше общество, наши подходы, наши привычки лучше, чем у вас. Поэтому мы сейчас к вам приедем, вас завоюем и вас себе подчиним. Мы вам, конечно, поможем, но вместе с тем будем вас эксплуатировать и будем обогащаться за ваш счет. Это колониализм, если говорить вкратце. Как видите, я не особый поклонник ни колониализма, ни империализма. Кто бы ими ни занимался. Есть противоядие от подобного настроя. Мы можем перестать быть эгоцентричными и стать иноцентричными. Мы можем стать бетхисаттвами. Но для этого нам нужны искусственные средства, ведь это процесс непростой. Подобно тому, как склонность к веществлению приходит с каждым живым существом в жизни с момента рождения, независимо от языковых навыков или вербального мышления, сама эта склонность не связана с языковыми навыками, ведь все остальные более примитивные формы жизни уже были бы свободны от двойственного нацепления. Это не бестолковый, конечно, вопрос, вопрос о том, свободны ли от подобного вычисления существа без языка, но вопрос, на который ответить довольно просто. Мы рассмотрели общий спектр от Шривакаена и Дедзакчена. И все это различные рабочие гипотезы, которые проверялись и испытывались множество сотен лет. И результат этих экспериментов всегда оказывался удачным. Они приводили к благим применением, их приводило к удачным последствиям. Но здесь, конечно, следует отметить, нам просто слушать буддийские учения, из Южной Америки, мы из Северной, из Восточной Азии, из России, откуда угодно. Слушать учения – это весело и интересно, это легко. Да, здорово, мы сегодня послушали Абадхичити, это все так интересно и приятно. Нет, конечно, слушать легко. Но нам не следует забывать о том, что мы подвергались влиянию обществ, и было бы легко все это реализовать, если бы мы не подвергались влиянию тех обществ, в которых мы росли. Однако ни про кого из нас это нельзя сказать. В какой бы стране, будь то Китай, Австралия, Южная Америка, что угодно еще, в какой бы стране мы ни родились, что бы мы ни слушали с точки зрения СССР, мы все, независимо от нашего этнического или языкового происхождения, подвергались влиянию евроцентричной цивилизации. Потому что именно эта цивилизация решила колонизировать все остальные. И потому здесь важно попытаться понять, с какими идеями мы ко всему этому приходим. Не просто с точки зрения христианства и так далее, но и с точки зрения средств информации и тому подобного. Да, идеи, о которых идет речь, не всем может быть созвучны, но эти идеи передаются незаметным образом, как ковид. Если вы находитесь в помещениях, где находится множество людей, и кто-то из них болен, вы, скорее всего, также заразитесь, потому что идеи заразнее, гораздо заразнее, чем ковид. Ведь от ковида можно спрятаться с помощью маски. Но какую маску можно надеть, чтобы укрыться от токсичных идей, ценностей и убеждений? Что это за маска такая? Уши заткнуть? Это не поможет. Тогда вы вообще ничего не будете слышать. И потому я обращусь к цитате из слов Фрейда. Цитате из слов Зигмунда Фрейда. Вы, думаю, про него слышали. Один из... В одной книге про великие открытия человечества только Фрейда и Юнга упомянули, как людей, которые сделали выдающиеся открытия относительно природы ума. Там не было упомянут ни один из западных созрцательных мастеров. Цитировали только западных исследователей, потому что казалось, что Запад заслуживает внимания. Так вот, Фрейд в своей книге «Цивилизация и ее неудовлетворенность» по сути говорит о следующем. Он, по сути, Фрейд – это основатель современного психоанализа. Он задает вопрос о том, почему мы страдаем на уровне физическом, умственном. Что ж, в соответствии с анализом Фрейда, вы, может быть, сами не читали эту книгу или не читали эти книги, но вы, скорее всего, могли воспринять эту мысль благодаря средствам информации, могли усвоить ее в духе Zeitgeist из общества, того, что витает в обществе. Фрейд говорит, что мы страдаем по трем причинам. Во-первых, потому что у нас есть тела, тела, которые страдают от угасания, травм, болезней и так далее. Мы страдаем физическим и умственным образом, потому что мы в телах. Мы живем в телах. Во-вторых, мы страдаем в силу природы. Мы окружены сложной окружающей средой. В рамках природного мира происходят землетрясения, природные бедствия, иногда жарко, иногда холодно. И все это причиняет нам физические и умственные страдания. Мы окружены природой, и природа причиняет нам страдания. И эти два факта, тот факт, что мы живем в теле, и мы живем в рамках окружения природы, эти два факта, это нечто неизбежное, говорит Фрейд. С этим ничего не поделаешь. То есть Фрейд нас учит выученной беспомощности. Сам этот термин появился гораздо позже в работах Мартина Селигмана, основателя позитивной психологии. Но Фрейд, по сути, прививает нам здесь выученную беспомощность. Он говорит, ну что, надо терпеть, потерпеть, да, у вас есть тело, природные бедствия, разное происходит. Что с этим сделаешь? Это выученная беспомощность. Но есть и третий элемент, который он здесь упоминает, и он говорит, мы страдаем, потому что мы живем в обществе. И вот здесь мы можем немножко что-то отрегулировать, чтобы страдать поменьше. Это немножко напоминает нам о цитате Сартра о том, что ад – это другие люди. Мы страдаем, потому что взаимодействуем с другими людьми, и эти люди бывают иногда весьма сложными, они не поддаются нашему контролю, они могут нас мучить. Но жить без них нельзя, и с ними тоже жить нельзя, счастливо. Можно, конечно, попробовать, но особого успеха не добьешься. Поэтому все вот так. Таким был диагноз Фрейда. И как вы видите, все три упомянутых ими фактора относятся к внешнему миру. И здесь он говорит не только о физической боли, он говорит, что это причины и депрессии, и различных умственных расстройств, различных видов душевной боли. То есть отец психоанализа говорит нам, что подлинные причины наших страданий сокрыты там, вовне. Они в вашем теле, включая мозг, они в природе, и потом они в том, что вы живете в обществе. То есть все сокрыто вовне. Ну что ж, об этом мы уже слышали. И я как-то недавно беседовал с профессором клинической психологии, и он мне сказал, в современной клинической психотерапии клиентам, которые страдают, например, депрессией, тревожности и так далее, и говорят, давайте разоберемся, почему вы страдаете. Детская травма, страдания в раннем детстве, может быть, дело в вашем супруге, а может быть, биохимия мозга. Короче говоря, что-то вовне. Выученная беспомощность. Что можно поделать с генами? Что сделаешь с генами? Что сделаешь с родителями? Что сделаешь с уже минувшим детством? Что можно сделать с окружающей средой, с тем, что и вокруг другие люди? Иными словами, все это выученная беспомощность. Что же говорит Фрейд? Это вот все наша проблема. А каким является решение? Нужно стать членами общества. То есть, общество — это, конечно, отстой, но можно немножечко с ним поработать, и тогда оно будет менее отстойным. Но путь к освобождению, хотя никакого освобождения по мысли Фрейда нет, путь к меньшим страданиям состоит в том, чтобы стать активным членом общества. Так что не нужно мечтать об каком-либо уединении. А затем, с помощью науки и технологии, нужно напасть на природу, это цитата из Фрейда, нужно напасть на природу и подчинить ее человеческой воле. Фрейд умер в 1939 году, прямо перед началом Второй мировой войны. Напасть на природу. Нужно использовать все достижения науки и технологий для того, чтобы наброситься на природу. Это решить наши проблемы. Ведь природа — это большая проблема, так как нужно напасть на нее с помощью науки и технологий и подчинить ее человеческой воле. Ведь мы, люди, такие мудрые. Как здесь говорится в цитате. «Эта книга, общество и его неудовлетворенность, насколько влиятельной она оказалась в обществе?» Я знаю, что когда я учился в аспирантуре в Стэнфорде, эта книга была одной из обязательных книг для прочтения всех аспирантов. И в Википедии на тему этой книги говорится, эта книга Зигмуна Фрейда, основателя психоанализа, написанная в 1929 году, рассматривает то, что Фрейд считает важным столкновением между желаемыми кондивидуальностями и ожиданиями общества. Эта книга считается одной из самых важных и наиболее часто читаемых работ Фрейда. И в 1989 году историком Питером Гейм была описана как наиболее, одна из наиболее влиятельных и часто изучаемых книг в сфере современной психологии. То есть можно задаться вопросом, почему живые существа во Вселенной страдают? И мы увидели целый ряд ответов в спектре от Шривакаяна Дзедзакчена, но можно задать более конкретный вопрос. Мы, жители современного общества, мы жители современного евроцентричного общества, будь то общество Китая, Россия, Южной Америки и так далее, мы создали много страданий, создали для себя много страданий. Это не просто... Нас мучает не просто природное бедствие, да, не происходит что поделаешь, нет. Конечно, природное бедствие, природное бедствие, о которых мы каждый день читаем в новостях, были созданы людьми. Войны. Войны наши, цивилизованные с научной и технологической точки зрения цивилизации, с экономической точки зрения цивилизации. Общества в 20 веке создали два самых кровавых войны в истории человечества. 29 миллионов погибших в Первом мировом, 80 во Второй. И войны, разумеется, все продолжается, продолжается по мере того, как сверхдержавы бодаются по вопросу о своем ядерном вооружении и сферах влияния. Вот мы до чего докатились. Как мы достигли этой точки? Что ж, могу сказать, что воззрение, которое здесь описывает Фрейд, это выученная беспомощность в качестве лекарства, от которого он предлагает наброситься с нападением на природу, это психопатическое воззрение. Одна из величайших причин депрессии, тревожности и психических расстройств в эминерии, это фрейдистский психоанализ и воззрение, на котором оно злеждится. Это часть проблемы, а не решения. Можно ли это воззрение считать революцией? Невероятно влиятельное. Разумеется, большинство психиатров в наше время не являются последователями Фрейда. Его эпоха ушла. В 1960-е годы начала появляться нейрофизиология, начала развиваться нейрофизиология, и мы в итоге оказались в состоянии еще более устрашающим, чем на основе фрейдистских представлений о проблеме и решении. Это нейропсихиатрия, которую, например, разделяет Рик Кандел, лауреат Нольберской премии, который говорит, как многим людям кажется на основе современной уки, что все психические расстройства вызваны просто неправильным функционированием мозга, что мозг является деятелем, а не вы. Мозг — это деятель и творец. Мозг — это деятель. Ум — это лишь продукт деятельности мозга, а все психические расстройства обусловлены биохимическими дисбалансами. Эта гипотеза была однозначным образом опровергнута множеством эмпирических свидетельств. Очевидным образом мы увидели, что химические дисбалансы практически никогда не являются причиной депрессии. Это наука. Недавно я видел мета-исследование эту тему, хотя это мне было известно много лет назад, потому что нет антидепрессантов, которые исцеляли бы депрессию. Они лишь подавляют, временно подавляют ее симптомы. То есть единственное, что я мог бы описать как нечто худшее тема этого зрения Фрейда, и Фрейд, конечно, рассуждал как частный мыслитель, но он очень мощно повлиял на цивилизацию. Единственное, что может быть страшнее фрейдейского психоанализа, — это нейропсихиатрия, выученная беспомощность. Вы не несете ответственность за свою депрессию и за любые другие расстройства. Проблема в вашем мозге. И потому просто придете к фармацевту, вам дадут пилюльку, и все, все закончилось. Проблема решена. Видите ли в этих воззрениях какую-либо революцию? Если они верны, буддизм катастрофически заблуждается. Однако, если буддизм отвечает на этот вопрос правильно, то эти воззрения подобны психопатии. И опять-таки, если мы возвратимся также к идеям Иисуса и других мыслителей, при одной мысли об этих мыслях, фрейд однозначно с презрением говорит, что попытки развивать добродетели — абсолютно бессмысленное начинание. Поэтому понятия добродетели в фрейдейском психоанализе, так же как и нейропсихиатрии, полностью отсутствуют. Но давайте говорить им откровенно. Если мы практикуем фарму в 21 веке, мы не можем игнорировать проблемы 21 веке. Мы не можем игнорировать то влияние, которое на нас оказывало средство масс-сформации, наука, псевдонаука. То, о чем мы здесь говорим, это революция, эмоциональная революция, революция в наших приоритетах, революция в конативной сфере. Это лобовое столкновение, столкновение лоб в лоб. Но мы видим, откуда эти воззрения, которые описал один человек, и которые разделяют теперь миллионы людей. Или воззрения, например, Эрика Кандела, которую я встречал, это очень милый человек. Эти их воззрения теперь разделяют тысячи или сотни тысяч людей. Они витают в воздухе. Они чрезвычайно заразны. Это чрезвычайно заразная болезнь, умственная болезнь, которой заразились многие люди, от которой они страдают. Мы видим, как мы обращаемся с окружающей среды, к чему это нас привело. Откуда появилась эта безумная идея — напасть на природу. Что значит напасть на природу, на окружающую среду? Да, на окружающую среду. Только мы его и так разрушили, заполнили дымом, пестицидами, гербицидами. Мы должны покорять эту природу, подчинять ей своей воле. Это не какая-то новая безумная идея. Да, она, конечно, безумная, но она восходит к XVI веку, к основам современной науки. Фрэнсис Бейкон был одним из главных архитекторов этого безграничной дисциплины современной науки. Одним из тех, кто описнял, как современной наукой необходимо распоряжаться. И он писал, «Мое единственное земное желание состоит в том, чтобы раздвинуть устрашающе узкие границы власти человека над Вселенной до того, что нам обещал Бог, до тех пределов, которые были обещаны нам Богом. Природа будет подчинена служению нам, мы будем удерживать ее от бессмысленных блужданий, и будем пытать, поднимем ее, вздернем ее на дыбе и будем пытать ее, чтобы она выдала нам свои тайны». Это совершенно психопатические слова, совершенно безумные. Но когда я их проверил, потому что я слышал прежде об этом, когда я все проверил, проверил тему, оказалось, что Фрэнсис Бейкон до сих пор считается одним из основателей современной науки. и считается одним из основоположников новой эпохи в человеческом миропонимании. С трудом выношу зловоние самой этой цитаты. Задыхаешься при мысли о том, что именно в этом обществе я родился. Само общество наше зиждется, а Фрэнсис Бейкон — один из основополагающих голосов, наряду с Декартом, Галилеем и так далее. И он говорит, назначение науки в том, чтобы опытать природу. И звучит это все как описание изнасилования и пыток. Причем он говорит о природе в женском роде, о природном мире. И при этом никто не считает, что это клинически нездоровый, психически нездоровый человек, которого нужно закрыть в психбольнице. Нет, его до сих пор рассказывают как одного из архитекторов современного мира. Это основа того общества, в котором мы живем. И это нечто, что нас заразило, чем мы заражены. Есть ли какая-то надежда у таких людей, как мы? Ведь эти идеи пронизывают собой все современные люди, а затем они доходят до своей полноты, когда Томас Хаксли в 19 веке говорит, это научное воззрение должно вытеснить все религии. В 19 веке это подъем индустриальной эры, капитализма и научного материализма. С этого периода человечество в диком ключе нападает на мир природы, пытает мир природы и приводит нас к тому, где мы сейчас, к тому, о чем вы читаете в новостях на сегодняшний день. Вот куда уходят корни этих проблем. Ошибочные воззрения, материализм, ложные ценности, гедонизма и патологический образ жизни, консюмеризма. Мы глубоко в токсичных, в отравленных водах. И нам на помощь приходит идеал Бодхисаттвы, который призывает нас очиститься от всего этого. Сложно, правда? Мне было неприятно делиться этими цитатами, но не будем притворяться, что мы не живем со всем этим, что это не воззрение, которое доминирует средством Майнсовой информации, которое не определяет политические решения в Америке, в России и так далее. Не будем притворяться, что мы обладаем иммунитетом от всех этих идей. Конечно, если у вас он есть, не остается вас лезть поздравить. Может быть, идеал Бодхисаттвы приходит нам на помощь в самый необходимый, самый насущный момент. Не можем просто так спастись. Нам нужно реализовать путь к спасению. Когда речь заходит о Бодхичите, Атишия говорил, «Только вы, тибетцы, знаете, как развивать Бодхичиту без развития четырех безмерных». И это ироничное замечание. Если вы изучали только тибетский буддизм, вы знаете, что четыре безмерных иногда описывают просто как четырехстрочную молитву, которую можно прочитать примерно за 30 секунд. Все, даже 20 секунд не ушло на то, чтобы прочитать эту молитву. И вот это четыре безмерные. И, конечно, их можно свести лишь к движению губ. Или же можно осознать, что это четыре корня, которые ведут к росту и возникновению великого древа Бодхичитты, великого образа жизни Бодхисаттв. И Бодхичитты, и образ жизни Бодхисаттвы коренятся в четырех безмерных. И развитие четырех безмерных не требует наличия какого-то особого мировоззрения. Для окончательной Бодхичи эти мировоззрения необходимы. Да, нельзя быть материалистом или даже метафизическим реалистом. Невозможно совместить эти воззрения. Точно так же невозможно практику дзакчен совместить с материализмом. Люки думают, да, я практикую дзакчен, я при этом материалист, я покоюсь в открытом присутствии. Нет. Материатм реализма нужно уже отказаться, он несовместим с реальностью. Но, когда речь заходит о четырех безмерных, о любящей доброте, сострадании, сопереживающей радости и беспристрастности, мы оказываемся в царстве, которое его святейшество Далалама, когда он говорит о многообразии мировых религий и философии, о всевозможных видах миропонимания. Его святейшество говорит, да, буддизм отличается от христианства, отличается от даосизма и так далее, он отличается от марксизма, отличается от множества других мировоззрений. Так уж все обстоит, они не одинаковы, многие из них несовместимы. Но, когда речь заходит о вопросе искусственных средств, о вопросе сострадания, все мировые религии, отмечаю Далалама, обращены к тому, чтобы помочь людям стать лучше. Они все обращены к тому, чтобы устранять страдания. И да, конечно, есть мириады воззрений, мириады подходов, но все эти учения обращены к устранению страданий, направлены на то, чтобы помочь нам стать более нравственными людьми. Это наша общая основа. Когда мы, например, вступаем в межконфессиональный диалог, нам нужно, конечно, признать наши различия, они просто так не исчезнут, и при этом сосредоточиться на том, что нас объединяет для того, чтобы могли друг у друга учиться. Какие искусственные средства применяют христиане для того, чтобы привносить любящую доброту в этот мир? А что с аудеями? Чем вы занимаетесь? Какой мудростью мы можем поделиться с последователями даосизма, даже с материалистами? Четыре безмерных — это нечто, это, так сказать, валюта, которую можно обменять на валюту любого мировоззрения, любого общества, любой этнической группы. Это, так сказать, вселенская валюта. Нечто, обладающее ценностью всюду, и не только на этой планете, как мы можем вообразить. В любом мире, по всей Вселенной, на любой планете, в любом уголке Вселенной, любящая доброта будет добродетелью. Сострадание будет добродетелью, сопереживающая радость будет добродетелью, беспристрастность будет добродетелью. Это универсальные добродетели, и ни у кого нет монополии на эти ценности. Тем не менее, буддизм предлагает нам мудрость и искусственные средства, позволяющие развить эти состояния, показав Фрейду, показав тем самым, что Фрейд был, чрезвычайно глубоко заблуждался по столь многим вопросам. Он обратил свои собственные виды невроза в золотой стандарт для всего человечества. И философия, которую он сформировал, оказалась глубоко токсичной и глубоко заразной. Любящая доброта. У четырьмя безмерными связана особая последовательность, которая начинается с любящей доброты. Ведь когда мы впервые сталкиваемся с любыми соображениями христианскими, психологическими, есть психологическая дхарма, в дхарме есть своя психология, да. Мы часто приходим без какого-то видения. Мы приходим ко всему этому с выученной беспомощностью. Я не знаю, как достичь счастья. Мир — место несчастное. Мне не радует, как ведут себя другие люди. Меня не радует мой собственный ум. В нем бардак. Мне не радует свое поведение. Оно ужасное. Мы можем прийти ко всему-то без какого-либо видения, без понимания того, что счастье вообще возможно. Ведь, подобно многим людям, мы совершенно не понимаем, как достичь счастья. У нас совершенно нет понимания того, как к счастью можно прийти. Многие люди думают, побольше богатства, больше власти, статус, репутация. Всего этого побольше. Это одно заблуждение поверх другого. Заразные заблуждения. Мы этому учим детей в школах. Разбогатейте, станьте успешными, обретите влияние. Пусть вас любят и почитают много людей. Это патологическая форма школьного образования без какой-либо коннативной мудрости. Эйнштейн говорит, если смысл жизни – это просто погоня за счастьем, то есть за тем счастьем, которое могут принести богатство, престиж и тому подобное, это устремление свиньи, все подобное устремление свиньи. Действительно, в этом нет ничего исключительно человеческого. Часто мы не имеем некого обширного видения, но предположим, что мы столкнулись с Буддетхармой, мы познакомились с любящей добротой, и в рамках практики любящих доброты говорим, пусть мы все обретем счастье и подлинные причины счастья. Мы выясняем, хотя в мире все так плохо, оказывается, я все равно могу счастье отыскать. Ведь мое счастье зависит не от того, чтобы в мире все было идеальным образом. Для многих людей, конечно, зависит, но все так не обязательно должно обстоять. Можно вести нравственный образ жизни, проявлять доброжелательность, избегать причинения вреда, насколько это возможно. Вести нравственный образ жизни, поддерживать чистоту совести, стараться, насколько возможно, во взаимодействии с человеческим обществом, с другими людьми, с мира в целом. Поддерживать чистоту совести, знать, что вы прожили свою жизнь достойным образом, нравственным образом. Благодаря этому вы обретете счастье, которое вас невозможно будет отобрать. И это, конечно, вид счастья не исключительно буддийский. Это нечто доступное всем монахам, немонахам. Это фундамент. Если нет этики, вообще нет ничего. Неважно, насколько вы умны, насколько вы богаты, насколько вы известны или знамениты. Без этого базиса эзотического счастья ничего вообще, никакого иного счастья не будет. Но это базис, который можно поддерживать постоянно так, чтобы вы знали, какие бы тяготы ни возникнут, какие бы трудности ни возникнут, я не стану откликаться на них умственными омрачениями. Я применил противоядие для того, чтобы насколько возможно преобразить свой ум. Если вы будете таким образом знать, что сделали все возможное, вы будете ощущать удовлетворенность. Я сделал все возможное для живых существ, приложил все усилия к своей практике Дхармы, и, конечно, результат может быть не идеальный, но я готов довольствоваться тем, что получилось. Иными словами, мы проявляем удовлетворенность, а мы обычно к этому не склонны, мы всегда думаем, я не так хорош, как Миларепа, не так хорош, как этот человек, как тот. И так вот мы себя лупим до тех пор, пока не достигнем все-таки 10-й пхуми. Здесь же мы говорим о видении счастья. Могу ли я отыскать счастье и причины счастья? Да, нужно вести нравственный образ жизни. Я на это способен. Хорошо. И тогда могу ли я начать взращивать, развивать ум? Могу ли я начать развитие ума, взращивание любящей доброты, развитие равновесия, внимания? Могу ли я успокаивать ум, утешать ум? Фокусировать ум, развивать большее понимание вопросов, которые по-настоящему значим. Взращивать мудрость, взращивать прозрение, взращивать доброжелательность, доброту. Я могу все это осуществлять, и я стану счастливее, потому что это причины счастья. Я на все это способен, и мне нет нужды чувствовать себя глубоко несчастным. Да, я не видел особой надежды, и только думал, но, может быть, в какой-то иной цивилизации я бы мог отыскать счастье, которое в западной цивилизации не найти. Я сам в свое время ощутил безнадежность применительно к тому, что может принести западная цивилизация, и для того были веские основания. Таким образом, нам необходимо видение. Видение того, какой могла бы быть достойная жизнь, которая мог бы сформировать и развить. Понимание того, что можно взрастить и развить. Этику, самадхи, взращивание ума, развитие ума, понимание, мудрость. Все это мне доступно. Если другие люди на это способны, могу и я, а поскольку во мне нет ничего исключительно, если могу я, значит, могут и другие. И, может быть, я могу помочь другим, если я на собственном опыте понял. Если я сам понял, что могу обрести счастье, развивая эти внутренние качества, может быть, я могу поделиться этим богатством и с другими, помогая иным в поисках счастья. Я бы хотел этому поспособствовать. И не только применительно к своим друзьям, родственникам, людям, которые мне нравятся. Мне бы хотелось помочь в этом всем людям повсюду, живым существам повсюду. Мне бы хотелось всех привести, насколько это возможно, к состоянию подлинного блага бытия, помогая существам развивать эти внутренние причины счастья. Это вдохновляющее видение, воодушевляющее видение. Все это возможно. Может быть, живые существы, они захотят меня слушать, может, захотят. Таким образом, мы переходим к этой виртуальной реальности. Это все возможно. Я действительно мог бы обрести процветание, достичь этого расцвета. И все это не зависит от окружающей среды, от политики, от экономики. Нет, это не что-то, что я получаю от мира, а что-то я могу привнести в мир. И все это зависит от меня, я на это способен. Это и есть видение. Затем мы возвращаемся к исходной точке и говорим, да, но я все еще страдаю, все еще сержусь, подаюсь зависти, подаю жадности, подаюсь эгоизму. Да, это правда. Это я страдаю, я испытываю депрессию, тревожность, расстраиваюсь. Это реальность, такова реальность страданий. Все верно. И мы как бы снова приземлившись в исходной точке, вернувшись к 21 веку, к тому месту, где мы физически находимся, мы видим, вокруг много страданий. Можем ли мы быть свободными от этих страданий? Можем ли мы хотя бы их облегчить? Можем ли мы хотя бы чуть меньше страдать? Могу ли я меньше страдать? Да. Но только если я распознаю внутренние причины страданий. Что мы только что перечислили, описав весь спектр возможных представлений? Могу ли я с ними работать? Каковы искусственные средства? Что ж, этика – это достойная идея. Шамадха – превосходное предложение. Четыре превосходное предложение. Випашина – превосходное предложение. Да, у нас есть теперь все эти средства, и мы можем начать с ними работать. Я, по крайней мере, могу снизить объем страданий, внимая подлинным причинам страданий, а не возлагая ответственность за страдания на какие-то иные факторы. Я могу страдать меньше. Может быть, даже смогу освободиться от страданий, хотя на это, конечно, потребуется много усилий. Но, по крайней мере, я могу страдать не так сильно. Мне нет необходимости страдать так много. Я могу принять лекарства, посмотреть, работает ли оно, потом принять еще больше лекарства. И, может быть, никаких пределов нет. Может, я могу вообще устранить страдания. Но мне предстоит выяснить, возможно ли это. Если я могу не страдать, если я не обязан сохранять причины страданий, может быть, и другие люди на то способны. И потому пусть все мы будем свободными от страданий и причин страданий, потому что они не являются неотделимой частью нашего существа, или приматов, или живых существ, или тех, кто воплощен. Но есть люди, которые испытывают огромную физическую боль и при этом совершенно не переживают душевных мук. Мы, может быть, не можем особо контролировать физическую боль. Но обязаны ли наше умственное благополучие зависеть от нашего физического самочувствия? Вовсе не обязательно. Хотя многие люди об этом вообще не знают. Пусть мы будем свободны от страданий и причин страданий, которые мы сами сейчас снова и снова воссоздаем. Каковы эти причины страданий? Давайте начнем с ними работать. Но когда мы по-настоящему постигаем реальность страданий, мы видим, что она уходит корнями очень глубоко, она столь обширна. Мы начинаем понимать эту третью революцию. Думаем, ох, все гораздо хуже, чем я мог себе прежде вообразить. Конечно, если бы страдание прекращалось в момент смерти, мы могли бы избавиться от страдания, и реальность страданий была бы чем-то краткосрочной, досталось бы просто дождаться смерти, и все бы завершилось. Но выясняется, что это совсем не так. Глубокое разочарование. Вот уж новости. Ведь оказывается, что наши успехи, наши удовольствия, по сути, ничего не стоят. Ничего не стоят перед лицом смерти. Они ничего не стоят. Один из самых знаменитых людей в мире, великолепных, реализованных, пользующих восхищением, богатством, умирает, например, от рака поджелудочной железы. Стив Джобс. Перед своей смертью он выглядел как человек, который пережил концлагерь. Рак поджелудочной железы. От него страдают и люди с подобным статусом и положением. Смерть – это великий уравнитель. И нам, да, если мы погружаемся в реальное страдание, у нас снова может наконец накатиться это чувство разочарования, депрессии. Мы видим, что никто почти не понимает причины страдания. Люди продолжают воссоздавать их причины. Нет, здесь нам не нужно терять надежду, потому что мы и для этого мы применяем сопереживающие радости. Есть глубоко сострадательные и добрые нейрофизиологи, психологи, педагоги, мудрые и добрые политики, мудрые и добрые люди присутствуют во всех сферах. Некоторые из них религиозны, некоторые из них нет. В мире много добродетелей, много радостей. Мы обращаемся к этой радости, мы ищем ее, мы внимаем ей. Где бы мы ее ни находили, акт учтивости, акт доброты, проявление мудрости, кто-то являет внутренний покой, внутренняя равновесие. Всюду, где мы видим добродетели и плоды добродетеля, мы срадуемся, срадуемся и срадуемся, воодушевляя себя посредством того, что мы внимаем бесчисленным живым существам, которые посвящают себя добродетели, стараются решить проблемы, стараются исцелить мир, а не нападать на природу. И, срадуясь, мы беремся за руки с этими людьми, как если бы мы были подобны тысяче рукам и чинрейзи, которые каждой рукой тянутся к существам, для того, чтобы им помочь. Ведь все эти люди, это практикующие дхармы, независимо от того, знают ли они о самом этом слове, мы срадуемся всему этому, своей собственной удаче, тому, насколько нам повезло. И так воодушевляем себя. И, наконец, мы достигаем грандиозного финала, кульминации четырехобезмерных. Который состоит в распознавании того, что нет никого, кто своей силой собственной природы был бы врагом. Назовите кого угодно. Никто, даже из величайших людей, которые совершали зло в истории, никто не родился творящим зло. Люди совершали зло под влиянием своих умственных омрачений, силу беспомощности. Хотя эти люди казались могущественными, они в действительности были беспомощными, потому что не распознавали свои собственные омрачения. Они были смертельно больны и даже не знали, не знали, что кашляют, не знали, что простыли. А эти люди в наибольшей степени заслуживали бы нашего страдания. Конечно, мы ни в коем случае их не оправдываем и им не потакаем. Мы говорим, вы создаете причины собственных страданий и страданий других. Настолько вы помрачены. Кроме того, как мы все существа... Конечно, мы все страдаем силу природных обстоятельств, ограниченности нашего тела и так далее, но превыше всего мы страдаем от умственных омрачений. И говорить, мне все это не волнует, это патологическое расстройство. Все живые существа заслуживают свободы от страданий. Все живые существа заслуживают того, чтобы отыскать счастье, которого жаждет их сердце, подлинного благополучия, отыскать подлинное благополучие, устойчивое благополучие, наделенное смыслом благопытия. Таким образом, мы разрушаем все барьеры, прорываем сквозь все барьеры, барьеры, которые разделяют друзей, врагов и незнакомцев, отделяют мою сторону от твоей стороны. Мы разрушаем, распахиваем землю, уничтожаем все барьеры и взращиваем любящую доброту, сострадание и сопереживающую радость по отношению ко всем живым существам, людям и нелюдям, без каких-либо барьеров между моей стороны и твоей стороны, между разделением на их, эту сторону или ту сторону, без пристрастности, непредвзятая любящая доброта, непредвзятая со стороны, непредвзятая сопереживающая радость, а грандиозный финал четырех безмерных. Непредвзятость, которая наделена, напитана наивысшими добродетелями сердца, любящей добротой, состраданием и сопереживающей радостью. Таким образом, есть этот путь, и вот он. И ни у кого нет монополии применительной к этим практикам, не обязательно верить в реинкарнацию, в карму, в Бога, в шесть царства, все что угодно, думать, состоит все из атомов, не состоит эти четыре добродетели универсальные. И Будда говорит, если вы взрастите эти четыре состояния, в Калама Сути он говорит, если вы будете взращивать эти четыре состояния, если вы взращиваете их, пусть они станут тем, что проносят вас через всю жизнь. И верите ли вы, верите ли вы, что что-то будет после смерти или нет? Даже если вы не верите, а по смерти вы все равно можете прожить достойную жизнь. Если же вы верите, что после смерти что-то будет, вы будете знать, что вы не только в этой жизни сотворили что-то добродетельное, вы создали причины, которые помогут вам и в будущих рождениях. И поэтому материалисты, атеисты, кто угодно, какими бы ни были ваши мировоззренческие представления, так эти четыре добродетели принесут вам достойную жизнь, принесут вам счастье, наполнят вашу жизнь смыслом, независимо от ваших воззрений, если вы станете их взращивать. А синтез этих четырех состояний применяется как противоядие от эгоцентризма. Это и есть бетхичито. Поэтому сейчас давайте обратимся к медитации. Мы сделаем то, что нам здесь предлагает в первом афоризме автор. И сам этот афоризм гласит «Попеременно практикуй даяние и принятие». Это нас напрямую подводит к практике Тангли. Давайте сейчас ей займемся. А для того, пожалуйста, выберите комфортное положение. Продолжение следует... Все эти формы медитации, которые мы рассматривали, и весь этот спектр. Для всех них необходима плодородная почва из состояния тела, которое покоилось бы в равновесии. Наше осознавание должно успокоиться в текущем мгновении, чем мы отпускаем, выпускаем тело в состояние, которое было бы расслабленным, неподвижным и бдительным. Мы расслабляем все виды напряженности, все виды зажатости, напряженность. Все это мы отпускаем, насколько возможно. И мы позволяем своему дыханию, которое регулирует нашу нервную систему, позволяем дыханию успокоиться в естественном ритме, в оптимальном ритме, который позволил бы нам напитать и оживить тело, напитывать и оживлять тело дыхания за дыханием, так, чтобы с каждым вдохом тело выбирало все, в чем нуждается в окружающей атмосфере, а с выдохом выпускало все, что ему не нужно. Позвольте своему дыханию успокоиться в естественном ритме, позволяйте ему успокаиваться, так, чтобы с каждым выдохом вы отпускали всю умственную болтовню, всю руминацию, словно бы сдувая сухие листья нежным ветерком. Наблюдайте за тем, как мысли, воспоминания, образы уносятся прочее, исчезают в пространстве осознавания, а вы возвращаетесь безмолвую к тишине. Субтитры создавал DimaTorzok А затем, позволяя своему осознаванию успокоиться без усилий, не форсируя его, не принуждая его внимать текущее мгновение, а просто отпуская цепляние за все остальное. Позвольте своему осознаванию успокоиться подобно перышку, которую вы отпускаете, и которая свободно и мягко опадает на землю. Пусть ваше осознавание успокоится ровно там, где есть. Пусть оно будет полностью расслабленным, свободным от усилий, отпуская все виды цепляния, и в частности цепляния, связанное с желаниями, надеждами, надеждами и страхами, без усилий, в этой свободе от цепляния. Вы позволяете своему осознанию покоиться неподвижно, без движений, непоколебимо. Отпуская цепляние, посредством которого вы отождествляли, в силу которого вы отождествляли бы себя с непрестанно меняющейся атмосферой ума, где вы то рады, то расстроены, то полны надежд, то полны депрессии. Вы отпускаете все цепляние за активность ума, вы отпускаете, высвобождаете любое самоотождествление. С этими умственными состояниями вы начинаете покоиться в очищенных, дистиллированных водах осознавания. Позволяя естественной, а с ясностью ума высиять, потому что больше ее не скрывают никакие умственные покровы. Вы позволяете своему осознаванию озарить пространство ума, осознавая, что происходит в уме, а не отождествляя себя с тем, что там проявляется. Благодаря этому вы позволяете своему успокоиться, утихнуть в его естественном состоянии, расслабленном, неподвижном и ясном. тихо, счёт friend. Если у вас в consequ armour, Из этой неподвижности, из этого динамического равновесия, которое мы взращиваем и продолжаем взращивать, мы успокаиваемся в том, что максимально для нас лично приближено к медитативному поглощению. Будда описывал это как ум, успокоившийся в медитативном погружении. И ум, который постигает реальность такой, какая она есть. Из этой неподвижности, из этого состояния равновесия, из этой относительной свободы от привязанности, отторжения, где мы покоимся в осознавании, свободном даже от цепляния за я, потому что это осознавание глубже, чем любое сформированное нами чувство «я», и тем более чувство собственной важности. Это осознавание по природе своей чисто, по природе своей светоносно. И с этой точки зрения относительной здравости, равновесия, умственного равновесия. Я вас приглашаю применить ум на практике, воспользоваться им, воспользоваться силами воображения, для того, чтобы подумать настолько явно, насколько возможно, о человеке, человеке, который вам очень дорог. Некоторые из вас очень хорошо визуализируют, некоторые нет, но это неважно. Здесь речь, в первую очередь, не о том, чтобы упражняться визуализацией, а о том, чтобы просто вспомнить о каком-то человеке, с ясным образом, без ясного образа. Вспомните о человеке, который вам глубоко не безразличен, человеке, которого вы любите, которого вы лелеете, которого вы цените. Вы можете почувствовать, что этот человек для меня так много значит. Не знаю, смогу ли я жить счастливо без этого человека. Этот человек приносит мне огромное счастье, чувство безопасности, комфорт. Этот человек приносит мне счастье, делает меня счастливым или счастливой, делает все возможное, чтобы уберечь меня от вреда. Это мой друг. Внимайте этому человеку пристально, тем самым делая этого человека реальным для вас здесь и сейчас. Может быть, это очень хороший человек, добродетельный, с добрым умом, с любящим, с заботливым умом. Вполне возможно. Чудесный человек. А затем внимайте более пристально, глядя сквозь то, каким этот человек кажется вам. Смотрите сквозь ваше восприятие этого человека, сквозь слои видимости, для того, чтобы увидеть то, что объединяет вас с этим человеком, в том смысле, что вы в равной степени, в каждом мгновении каждого дня, желаете быть свободными от страданий, физических и умственных. В каждом мгновении каждого дня вы желаете счастья. Это то, что вас объединяет. И по мере того, как вы с любовью внимаете этому человеку, прежде всего, в силу сострадания к этому человеку, к его пожеланиям, думайте, пусть ты будешь свободен от любых страданий, не думая всего, что тебя беспокоит, физическо-умственном, социальном уровне, от всего, что тебя тревожит. Пусть ты будешь свободен. Пусть ты будешь свободен от этих страданий и их основополагающих причин. Пусть ты будешь свободным и свободны от причин страданий и причин страданий. Точности, как вы желаете такой свободы для себя, тоже пожелание распространите и на этого человека. Подобно тому, как сострадание может быть обращено на вас, теперь оно обращено на другого. И по мере того, как вы пробуждаете это стремление, пусть ты будешь свободен от страданий и причин страданий, представляете теперь, что на символическом уровне страдания этого человека и их основополагающие причины, на символическом уровне эти страдания и причины проявляются как темное сумрачное облако, которое действительно удушает. И по мере того, как вы пробуждаете устремление, пусть ты будешь свободен или свободна, представьте, что вы вбираете эти страдания и их причины, словно бы засасывая их, как пылесос, засасывая это облако, эту темную сумрачную тучу, вы забираете ее, втягиваете ее в свое сердце, но не в сердце как орган, не в свое тело, не в свой ум. Нет. Если у вас есть хотя бы хоть какое-то интуитивное доверие относительно того, что в самой основе вашего существа действительно присутствует природа Будды, исконное осознавание, изначальное сознание, по природе своей чистое, светоносное, исток всех добродетелей, исток всех видов подлинного благобытия, представляете этот источник символически, как сияющий, лучезарный шар света в центре вашей груди, вашей сердечной чакры, и представляете, что вы втягиваете, засасываете этот мрак, и по мере того, как вы пробуждаете желание, пусть ты будешь свободен страданий, причин страданий, вы забираете внезапно и решительно этот мрак, растворяя его бесследно, бесследно его уничтожая, испепеляя в свете вашего сердца. Представляете, что этот человек достигает свободы, совершенной свободы. Представьте облегчение, представьте покой. в силу того, что вы забрали на себя страдания и причины страданий, за выдохом облегчения. Но однако этот человек, как и вы, также желает счастья, желает блаженства, удовлетворенности, счастья, благополучия, устойчивых и полностью удовлетворяющих. Так же, как и вы. И потому теперь из того же шара света в вашем сердце вы взвергаете любящую доброту, пусть это обретет счастье, причины счастья, устойчивое благополучие. По мере того, как вы пробуждаете это устремление, вы теперь представляете каскад света, лучезарного белого света, который струится из вашего сердца и насыщает тело и ум этого человека, заполняя человека по мере того, как вы отдаете все свои собственные радости, свою собственную добродетель, всю свою заслугу, все благое, что у вас есть. Вы представляете, что вы подносите все это этому близкому человеку. Из этой основы, не для того, чтобы исчерпать себя, а потому что вы подключились к окончательной основе своего существа. Представляете, что вы распространяете этот свет подлинного благополучия и радости. Представьте, что человек обретает подлинное благополучие и счастье. Теперь позвольте образу этого человека снова раствориться в пространстве. Вернитесь к собственному центру. А теперь в пространстве ума проявите, пригласите в сферу своего осознавания человеку, которым вам кажется очень сложным. Это человек, который вам вредил, который вас предавал. Человек, явное поведение которого вызывает у вас презрение. Многие люди могут, может быть, относятся к этому человеку как заслуживающему презрения, отвратительному, заслуживающему ненависти. Многие думают о нем, может быть, как о подлинном враге. Может быть, это человек, который у многих вызывает враждебность и ненависть. Может быть, это кто-то, кто вызывает у вас подобные чувства на личном уровне. Может быть, это кто-то, кто оказывает активное влияние на происходящее на мировой арене. Человек, который естественным образом, понятным образом вызывает отторжение. Может быть, презрение. Как хорошо, что я не такой. Ты гораздо ниже меня. А может быть, вы даже порадовались бы, если этот человек умер. Вспомните о таком человеке. Почему этот человек вам кажется столь отвратительным? Почему вам кажется, что он так мощно заслуживает вашей ненависти? Почему для вас этот подлинный враг? Вспомните явным образом об этом человеке. Даже сама видимость вызывает столь мощные чувства. Неудивительно, что проявляется отторжение. Но теперь снова прорвитесь сквозь завесы. Этот человек не таким родился, он не всегда таким был и не всегда таким будет. Из жизни в жизнь враги обращаются в друзей, друзья становятся незнакомцами, незнакомцами становятся врагами. Шивые существа постоянно меняют свои роли, и потому прорвитесь сквозь завесы этих видимостей, проходя на более глубокий сущностный уровень, и осознайте, что этот человек в точности подобен вам на сердечном уровне, в основе своей. В точности, как и вы, этот человек желает счастья и столь глубоким образом терпит неудачи. Этот человек желает свободу от страданий, причин страданий, и при этом совершенно не подозревая в том, что это за причины, поспешает к причинам своих страданий, уничтожая причины своего счастья, как если бы они были злейшим врагом. Этот человек заслуживает глубочайшего сострадания. Прочтите его или ее в силу. Ведь человек поступает так, как поступает под влиянием заблуждений, неведения. Не потому, что он того хочет. Внимайте этому человеку, как внимали бы своему самому дорогому другу, или как внимали бы себе. И точно так же, как вы желали себе и своему другу свободы от страданий, причин страданий, теперь обратитесь с мощью своего осознавания к этому жалкому живому существу, которое столь отчаянно нуждается в помощи. И пробудите устремление сострадания. Пусть ты будешь свободен от страданий. И превыше всего от причин страданий, которые ты сам снова и снова создаешь, сам того не ведая. Когда вы пробуждаете это сострадательное устремление, снова забирайте это токсичное и густое облако, плотное облако, быстро и мощным образом втягивая его целиком в этот сияющий шар в своем сердце, где вы сжигаете эту тучу без следа. Представляете, что этот человек оказывается свободен от всех отравляющих умственных омрачений, касающихся поведения, манеры речи. Представьте, что все это искоренено, все это устранено. Человек достиг свободы. Представьте, что этот человек впервые переживает умственное умиротворение, тишину, спокойствие, свободу. В точности подобно вашему другу. Этот человек также желает счастья, но столь отчаянно заблуждается в том, что касается его причины, потому пробудите любящую доброту. Пробудите пожелание. Пусть ты, подобно мне, подобно моему другу, пусть ты отыщешь подлинное счастье, взращивая его внутренние причины. Пусть ты обретешь подлинное благополучие и счастье, в точности подобно мне, моему близкому человеку. И позвольте свету пролиться каскадом из вашего сердца таким же образом, как и прежде. Посылайте доброту, добродетель, свои заслуги, ничего для себя не удерживая. И представляйте, что этот человек получает ваш дар и преисполняется радости. Добродетельный, здоровый, наделенный смыслом радости. Затем этот человек растворяется в пространстве вашего осознавания, и вы теперь ненадолго думаете о нейтральной личности, о каком-то нейтральном человеке, которому вы безразличны, и который теперь представляет всех остальных живых существ. Это человек, который вам не особо не вредил, особо не помогал. И вы сосредотачиваетесь на этой нейтральной, не имеющей для вас вкуса видимости, человека, который подобен вам самим, вашему другу, который подобен вам самим, вашему другу, вашему врагу. Пробудите сострадание, снова испепеляя страдание, пробудите любящую доброту и снова все отдайте. И думая о живых существах, желайте, пусть мы все обретем счастье и причины счастья, будем свободны от страданий и причин страданий. И пребываем в этой совершенной непредвзятости, в основе бодхичитты. Субтитры создавал DimaTorzok Вы, возможно, заметили некую степень страсти в лекционной части, в этой медитации. А в Акетешвара, существо страстное, в Истечестве Даллама отличается страстью. Их нельзя слушать, внимать его словам, не сделав подобный вывод. Потому давайте вместе будем страстными. И потому сострадание, потому и называется состраданием, великая страсть, которая лежит в основе всей Будды Дхармы, буддийского образа жизни, Буддья Сатова Дхичитты. Но на этой ноте давайте сделаем перерыв для того, чтобы освежиться. А потом, через 10 минут, снова воссоединимся. Продолжение следует...